Итак, 8 часов вечера по Москве. Добрый вечер. Приветствуем вас на втором дне нашего интенсива по курсу iOS Developer Professional. И сегодня мы будем продолжать разрабатывать наше iOS-приложение на Kotlin Multiplatform с использованием Compose Multiplatform. Сегодня мы как разомнёмся реализацией UI на Compose Multiplatform. Проверяем, всё ли вам видно и слышно. Если видно и слышно, ставьте плюсики в чат. Так, пока у нас сейчас будет небольшая фаза знакомства. У нас будут присутствовать на вебинаре не только те, кто смотрели первую часть, но и те, кто подключились только сегодня. Также наш вебинар идёт в записи, и вы можете посмотреть трансляцию. В любой момент она у нас останется на сайте и будет выложена на YouTube. То есть будет полный доступ. Также мы предоставим ссылку на исходники того приложения, которое мы будем писать сегодня. Итак, давайте познакомимся. Меня зовут Анна Жаркова. Я преподаватель курса iOS Advanced и iOS базовый VOTUS. Опыт моей коммерческой разработки программного обеспечения более 9 лет. Это именно опыт работы мобильным разработчиком без учёта код и статистического опыта. Я являюсь руководителем группы разработки в компании Ustech. И я занимаюсь разработкой iOS и Android приложений, как нативных, так и кроссплатформенных. В плане работы больше нативных. И кроссплатформа у меня пока для души, хотя я долгое время занималась разработкой под Zomarin. Также я управляю командой направления, веду младших разработчиков ментор, пишу статьи, выступаю на митапах и являюсь членом программного комитета конференции Mobius и Kodefest. Внизу представлены мои телеграм-контакты собственные и канал, о котором я веду. Подписывайтесь, будет интересно. Я публикую там различные новости, касаемые мобильной разработки, анонсы мероприятий и прочую важную и интересную информацию. Что мы сегодня с вами будем делать? Давайте взглянем на маршрут нашего вебинара. Я уже представилась. Остается познакомиться только с вами, потому что интересно все-таки, кто у нас присутствует на нашем вебинаре и кто пришел его посмотреть. Далее немножко расскажу про отус. И затем мы, собственно, приступим к нашему основному действию. То есть мы будем говорить про Compose Multiplatform, сравниваем его с JPEG Compose, расскажем вообще, что это такое и допишем наше приложение. У нас оно написано частично, у нас есть бизнес-логика, но мы не написали общий UI. UI у нас пока нативный, отдельный для Android и iOS. Итак, вы можете писать все ваши вопросы в чат. Я вижу, у нас прибывают люди. Добрый вечер. После того, как мы напишем с вами приложение, я познакомлю вас с командой курса и расскажу про наш курс и про программу обучения. Далее у нас будет небольшая карьерная информация в качестве бонуса. Итак, я уже представилась. Теперь хотелось бы узнать, кто наши слушатели и зрители. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вас зовут, откуда вы и как давно вы занимаетесь IT и с какой целью вы записались на наши занятия. Наше занятие предназначено для IT-специалистов широкого профиля, как iOS-разработчиков, так и Android-разработчиков, всех, кто интересуется мультиплатформой. И более того, я знаю тоже, что специалисты разных смежных специальностей типа тестирования тоже часто интересуются подлим мультиплатформой. Поэтому напишите, пожалуйста, в чат ответы на эти вопросы. Заодно я определю, какая она задержка сетевого вещания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, появляются виды в чате. Андрей, iOS-разработчик, нативный стэк, Санкт-Петербург, 5 лет в IT, в iOS-разработки поменьше. Будем надеяться, вам понравится. Ник, Нижний Новгород, интересует iOS-разработкой тестирования iOS-приложений. Александр, 6 лет коммерческого опыта, корпоративная FOS-тэк, разработка React plus Net, есть опыт React Native, пробовал сет год назад, получилось плохо записаться на курс Wotus, старт, 21 ноября. Здорово, будем рады вас видеть, и думаю, у вас все получится. И я надеюсь, вам понравится наш вебинар, и с учетом вашего опыта React Native вам, возможно, зайдет идея кроссплатформы именно Kotlin Multiplatter. Андрей тоже присоединяется к нашему курсу. Будем рады вас видеть. Это здорово. Итак, давайте еще подождем пару минуток, может быть, кто-то еще из наших зрителей решит рассказать о себе. Так, Станислав, 15 лет iOS разработки, знакомый с Kotlin Multiplatter and Compose. Будем надеяться, идея Compose Multiplatter вам очень понравится, и наша реализация тоже. Мы подготовили очень интересный контент сегодня. Буквально еще минутку-две ждем. Вы, конечно, можете продолжать писать в чат, я просто буду к нему обращаться от случая к случаю, и буду переходить сейчас на следующие наши слайды. Итак, правила нашего вебинара. Участвуем мы активно. Ваши вопросы вы можете писать в чат смело, а также какое-то, например, мнение или замечание про то, что мы показываем. Ну, я имею в виду, конечно, саму тему. Вопросы я в чате вижу, могу ответить не сразу. Итак, давайте сейчас познакомимся с платформой Otus. Это справочная информация не только для тех, кто присутствует в нашем вебинаре и уже знаком с платформой и готов учиться, но и для тех, кто еще не знаком или будет смотреть вебинар в записи. Итак, что такое, собственно, Otus? Otus – это специальная обучающая платформа, и это онлайн-курсы, где преподаватели различных направлений читают именно живые вебинары. И особенность Otus – это, что мы специализуемся именно на обучении в IT. Есть различные платформы при разных университетах. Также есть Coursera и Education City. Но там есть разная специфика. Например, если Education City, там большинство курсов все-таки именно IT-шные, то в Coursera есть разные направления, включая иностранные языки, гуманитарные и прочее. Мы именно программа для IT-шников. Работаем мы с современными технологическими компаниями. К нам приходят учиться как частные лица, так и сотрудники различных компаний, именно от компаний. И мы рассчитываем наши программы на специалистов различных грейдов. Junior, Middle, Senior Lead. Если говорить про конкретно нашу специализацию, то наша специализация базовая рассчитана на Junior, Fios, либо со всем начинающих в IOS. Мы в конце готовим у вас Juno Middle либо Middle. Чем отличается Juno Middle от Middle? Просто углубленностью вашего погружения в ту или иную информацию. То есть этот момент зависит конкретно от студента. Если мы говорим про IOS Developer Professional, то это курс рассчитан на мидлов, мидлов сеньоров и сеньоров, потому что мидл и сеньор иногда бывает разное понимание. Где-то мы видим сеньоров с опытом небольшим, и которые могут быть именно больше мидлы по своим навыкам. Где-то у нас получается сеньору просто какие-то специфические темы не затрагивают, а где-то мидлы уже прокачали, собственно, до сеньора. У нас есть довольно много различных интересных тем, рассчитанных на такое нетривиальное понимание, и мы корректируем наши курсы, собственно, под самые современные стеки. То есть мы пересматриваем нашу программу, в частности, по IOS, и на других специальностях та же самая система, и добавляем новые лекции. Например, у нас появились... У нас и раньше были лекции по GraphQL, но мы добавили лекции для других наборов. То есть это было сделано еще какое-то время назад. По WebSocket. Планируем сейчас добавить по SwiftData. У нас есть лекции по виджетам, по SwiftUI и много чего еще интересного. То есть это и то, что, в принципе, advanced, но то, что часто проходит мимо middle of senior, потому что не всегда выпадает именно в основной стек, который распространен везде. Но этот стек полезный, и он с прицелом на будущее, либо на конкретные интересные углубленные вещи. Итак, Otus имеет образовательную лицензию, и все наши программы являются официальными программами переквалификации и профессиональной переподготовки. У нас довольно большое количество направлений айтишных курсов. Это не только разработка, как наш курс, но и инфраструктура, тестирование, аналитика, дата-сайенс, управление, геймдейф и информационная безопасность. На каждом направлении, на каждой специализации есть свои разбивки под грейды. Про нашу разбивку я уже озвучила. Итак, если говорить про цифры Otus, то у нас тут больше 130 курсов для специалистов различных грейдов. Более 600 преподавателей у нас трудятся на различных направлениях, и нашей компании уже 6 лет, то есть уже, может, это больше 6 лет. На данный момент более 20 тысяч выпускников прошли обучение по различным программам, адаптированным под запросы ведущих работодателей. Мы сотрудничаем с компаниями, которые берут наших студентов, хорошо показавших себя, в свой штат. И сейчас у нас даже есть собственное сообщество, в котором у нас больше 310 тысяч айти-специалистов. Итак, я видела, что у нас есть люди, которые будут учиться в Otus, но хочется знать, может быть, кто-то все-таки нам еще приснился сейчас. И если вы учились у нас в компании, либо будете сейчас учиться, поставьте единицу. Если не учились, но слышали о нас двойку, если впервые, то тройку. Это такие общие цифры справочные. Так, у нас есть люди, которые не учились, но слышали о нас. Те, кто к нам пойдут учиться. Учился на преподавателя. Преподаватель от Otus – это тоже единица. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Так, остальные у нас решили, видимо, не отвечать, но ничего. Переходим уже, собственно, к нашему материалу. Итак, мы познакомились с платформой, мы познакомились с вами. Очень рады, что вы к нам присоединились. И теперь, собственно, переходим к нашему лекционному материалу. После нашего занятия вы сможете не только писать кросс-платформенное приложение, но и делать кросс-платформенный UI с навигацией. То есть мы вам покажем, как это делается. Мы рассматривали приложение KMP, состоящее из одного экрана. Это список новостей. Мы его доработаем, чтобы оно у нас позволяло, собственно, это небольшое запекание вперед, сделать еще и навигацию полноценную. Это у нас еще нативный код, который у нас есть для iOS и Android. И мы теперь будем делать общий UI. Давайте вспомним, что у нас в нашем приложении есть. Итак, наше приложение состоит из shared-модуля двух нативных приложений, которые этот код использует. Код shared-модуля мы подключаем к библиотеку либо автоматически при создании приложения, либо вручную при создании модуля и прикреплении его к существующему приложению, если вы хотите, в частности, расширить Android-приложение, чтобы оно было еще и приложение с общей кодовой базой и прикрепленным iOS. Это если так можно говорить, когда мы... Когда у нас было приложение Android, мы захотели оставить его только UI, а всю бизнес-логику сделать общей. Итак, на данный момент у нас наш UI реализован нативными средствами. Это у нас JPEG Compose для Android и, собственно, SwiftUI для iOS-приложения. Навигация в iOS-приложении у нас реализована нативно, а в Android мы сделали пока только один экран, и навигации нет никакой. Мы сразу покажем, как сделать ее, собственно, нормальную кросс-платформу. Вот видите, у нас тут есть просто код для одного экрана. Что означает этот код, я расскажу чуть позже. Итак, напомню, с чего состоит наш общий бизнес-модуль. У нас здесь есть общая архитектура, которая представляет собой ViewModel. Построен наш ViewModel, по сути, по семантике, которую мы используем в Android-приложениях. То есть у нас здесь есть некий общий базовый класс ViewModel, который у нас оперирует скопом корутин, то есть контекстом, в котором мы работаем с многопоточностью. Контекст корутин и скопом – это то же самое, когда мы используем контекст таски для запуска асинхронных задач. Я попрошу вас немножечко прибавить звук, потому что, возможно, у меня будут перебои голоса. Извините, осень, пора гриппа. Итак, громче мне просто говорить не получится. Итак, наш корутин скоп базируется на диспетчере главного потока. UI-диспетчер у нас привязан к мейн-диспетчеру под капотом iOS SDK. Для андроида используется свой UI-диспетчер, который связан именно с мейн-скопом корутины. Для фоновой работы у нас используется IO-диспетчер. Для iOS он под капотом привязан к глобал-диспетчеру. Но, несмотря на то, что диспетчер, связанный с глобал-трейдом, у нас относится, казалось бы, к стандартной нашей многопоточности, под капотом реализовано так, что у нас происходит плавное переключение на структурированную многопоточность и полностью ее поддерживает. Вот такая вот доработка была произведена в компании G-Prents, чтобы мы нормально могли использовать многопоточку в общем коде. Итак, это у нас касаемо нашей Vue-модели. Наша Vue-модель наследуется от этой Vue-модели. Хотя семантика у нас выбрана JPEG Compose, как вы видите, это просто именованный касс. Всю ту JPEG-овскую логику, которая есть, мы не используем. Почему? Потому что JPEG Compose, он в код для мультиплатформ в общем модуле не может поддерживаться. И для iOS его нет. Но есть специальный Compose мультиплатформ. Правда, пока это только решение сугубо для UI. Остальные пока еще не переехали на него. Итак, в качестве бизнес-логики мы используем Use Case. По сути, Use Case является оберткой атомарной операции. Под капотом он обращается к сервису, с которым мы работаем. Я вижу вопрос в чате, будут ли выложены исходники. Да, я могу даже сразу пока вам показать слайд с QR-кодом. QR-код у нас будет доступен. Вы можете прямо сейчас в моменте выключить все исходники и посмотреть код самостоятельно. Но я советую сначала все-таки послушать наш вебинар, затем уже работать с кодом, чтобы не отвлекаться. Итак, мы используем Use Case. Use Case – это у нас атомарная обертка для операции Load News в данном случае. Мы в нашем Use Case с помощью suspend метода execute с передачей тех или иных параметров. В данном случае у нас передается юнит как входные параметры, то есть у нас их нет. Это аналог void. Мы запрашиваем данные у нашего сервиса и пробрасываем в случае ошибки и исключения. Это нам позволяет получить именно результат, потому что здесь у нас происходит обертка try-catch, и на выходе мы получаем результат определенного типа, в данном случае News List, аналог того же самого результата, что мы используем в SIFT. Итак, вот эту логику мы запускаем в нашем скупе, получаем итоговый ответ, и если данные у нас имеются, мы используем специальный state flow, который является реактивным потоком для отправки данных, к подписанному нами, в данном случае UI. В принципе, вы state flow можете использовать для самых разных подписок, но лучше, конечно, будет использовать их только вот в этой части и не отдавать реактивные потоки, как ответы в разных сервисах. Мы с помощью команды try-meat отправляем данные вот сюда. И затем уже мы их получаем в нашем UI. В данном случае, если мы посмотрим на нашу нативную реализацию под Android, у нас здесь есть специальный специальный view, который получает собственные данные, они у нас отрисовываются. Итак, под iOS у нас получается, мы прикрепляем запуск к view-модели общей в нашей нативной view-модели, нашей нативной observable object. И здесь мы делаем в том числе не только инициализацию нашей view-модели, но и с помощью специального коллектора-обзервера мы делаем, собственно, вписку на те значения flow, которые у нас будут имититься. И затем их отправляем нашему UI. Наш сервис, который у нас тоже является общим, он именно обращается к нашему специальному HCP-клиенту с указанием того или иного запроса. Наш сетевой клиент работает на КТОР. И здесь у нас для каждого из таргетов, которые мы определили, задается в специальных модулях шарит части свой клиент со своим engine. То есть андроидовский у нас используют под капотом OKHCP, сетевой клиент свой классический. Наш iOS использует network framework, который здесь называется под капотом Darwin. и затем вот этот сетевой клиент. Здесь у нас вызывается generic method, которым у нас вызывается наш HCP-клиент с гетом. Мы преобразуем данные с помощью внутреннего действия реализатора КТОРа. И далее мы отдаем либо success, либо fail. Это как у нас работает наш код. Это было небольшое напоминание. Помимо того, что мы делали распределение expect-actual именно наших сетевых клиентов, мы также сделали и для многопоточности. Это вот такое напоминание, потому что у нас многопоточка, она разная. Итак, теперь мы переходим, собственно, к UI. UI для iOS у нас абсолютно элементарный. То есть вот у нас наш news list view, который мы используем под капотом. Он представляет собой обычный лист с перечислением наших вот вьюшечек, который у нас обернутый в навигейшене. То даже вот в этом примере для того, чтобы именно нагнать с аспенса, у нас используется старая навигация iOS без навигейшен стека. Но, в принципе, это все еще допустимое решение, поэтому пока он деприкидит, мы можем его использовать. Итак, наш лист состоит из элементов типа news item view. По тапу мы открываем news item row. И вот этот news item view, он у нас состоит из чего? Он у нас состоит из картинки, кастомной вьюшки из текстов и кнопки для перехода по URL. news item row у нас, соответственно, состоит из картинки и вертикальной секции с текстовыми полями. Вот так оно у нас все выглядит. Это у нас такая тут кнопочка, она не имеет значения. Итак, наше Android-приложение аналогично состоит из списка. Давайте теперь посмотрим, какой код мы имеем, собственно, на нашем композ-приложении. Итак, я убрала здесь входную точку. Входная точка наша состоит из специального композа, где мы передаем нашу вью-модель. Если в SafeQui мы с вами работаем с структурами вью, то в jpeg-compose у нас немножко другая ситуация. Начнем с того, что здесь вообще другая парадигма в плане того, что здесь нету структур в Kotlin. Здесь есть классы и дата-классы. Изначально jpeg-compose появился раньше в SafeQui, но волей судеб и разных разработчиков Apple, сменяющихся команд, появление Flutter, которые параллельным направлением той же самой компании разрабатывали одномоментно jpeg-compose, и судя по импакту, а также тому, насколько менялся Compose, насколько менялся Flutter, изначально больше упор делали, собственно, на Flutter. jpeg-compose буквально вышел в стабильную фазу с минимальными изменениями в дальнейших версиях прошлой осенью. До этого каждая из нефинальных версий приносила разработчикам боль, потому что, во-первых, API был несовместим часто с предыдущей версией, менялась парадигма, менялись какие-то компоненты, какие-то элементы, то есть полностью менялось видение этого фреймворка. В данной ипостасе, которую мы имеем сейчас, он многое взял с себя именно со SwiftUI. Мы с вами сегодня, кстати, посмотрим этот момент, когда будем делать навигацию для jpeg-compose, вернее, для Compose Multiplatform, но для jpeg-пинцип навигации приблизительно тот же самый. Итак, мы работаем здесь с специальными композабл-функциями. Под капотом все это, как и со SwiftUI, компилируется в классические вьюшки Android контролов, но для удобства использования предлагается использовать именно функции, потому что она именно на функциях и на билдерах, реализуемых именно таким образом, построен DSL отлина. Итак, каждая из функций у нас является Composeable. Эта функция Composeable отвечает на, собственно, назовьюшку нашего списка. И что мы сюда передаем? В качестве входных параметров состояния мы передаем сюда наш item в виде списка. Здесь нету property рейперов, и если нам необходимо ослушать состояние каких-то данных, на которые мы подписываемся и которые хотим использовать для изменения состояния нашего вью в моменте, это значит, нам необходимо передавать либо напрямую какой-то флоу, либо мы передаем, например, какую-то вью-модель и к State Flow или Shared Flow, который в ней содержится в качестве переменных, мы прикрепляемся с помощью специальной команды Collected State. Это абсолютно тот же самый подход, как мы используем с Published, который у нас сейчас есть в Observable Object, либо если мы используем Framework Observation, то просто любое свойство, которое просто под капотом у нас является Published. Итак, далее, с помощью Items, как с помощью ForEach или List, мы создаем, собственно, список элементов, имеющих определенную разметку. Lazy Column по сути является аналогом Lazy вертикального стека и позволяет нам создавать именно ленивый список, когда у нас все наши элементы рендерятся не в моменте, а в той точке, когда у нас именно происходит отрисовка этого элемента. Это касаемо нашего исходного с Lazy View. Если говорить про элемент, то он у нас здесь тоже является Composable и что он собой представляет. Так нам необходимо сделать именно что-то типа горизонтального стека, мы используем специальный Row, который как раз и показывает, что это у нас View, которая должна быть по размеру того контента, который мы в нее кладем, и параметры ее мы можем задать с помощью специального модифаера. Это тот же самый нейминг модифаера, мы используем в SQL. Единственное, что модифаер здесь передается собственно вот таким вот параметрам, а не прикрепляется к конце. И модифаеру мы можем задавать самые разные параметры. Например, данный модифаер говорит о том, что наш Row будет на всю ширину экрана и паддинг у него будет отступы, по 8dp. Это density point, это display point точки экрана, который указание именно в таком размере позволяет нам реализовать именно адаптивную верстку, потому что мы используем не пиксели, а именно масштаб, плотность пикселей, их density на экран. А у современных Android устройств большинство именно density является в районе 3, но если мы меняем плотность нашего экрана, масштаб как в настройках нашего аппарата, то мы можем получить значение и свыше 3, почти 4, и около 2, например, в зависимости от диапазона настройок. Далее мы показываем, какой у нас есть alignment и как мы располагаем, собственно, данные по горизонтали, каким образом мы используем наш spacing. Какие же элементы мы здесь используем? Мы используем glide image. Это специальный контрол из библиотеки glide, но версии JPEG Compose. Так как стек основной Android UI и Compose очень сильно различаются, то здесь нужны особые библиотеки, которые именно работают на Composeable и построены на принципах именно подкомпутном Compose. Такой как раз у нас является glide image. Мы указываем в качестве параметра URL для нашего изображения. Далее передаем modifier для ширины и высоты, то есть у нас картинка 120 на 120, и указываем пэдинг. Здесь у нас все по нуля. Далее у нас вертикальный блок, в котором мы указываем, собственно, наши поля и стиль отображения. И в результате мы получаем вот такой экран. Для того, чтобы этот экран у нас, собственно, отобразился, это нам, в принципе, сейчас не особо нужно, но восстановим потерянный кусочек кода. Назовем его News List Cream. И будто бы у нас сюда передается наша view-модель, в которой мы работали. Как он у нас называется? News View Model. Не спалом, что помощью Option Enter мы портируем ссылку на библиотеке. Здесь не так, как у нас в SIFT. Здесь необходимо указывать для каждого из пакеджей все импорты. Итак, вот он наш. Вот он, наша часть. Передаем сюда к модели. И что нам нужно теперь сделать? С помощью команды Launch Effect мы указываем, что мы передаем сюда как void. и здесь у нас запускается наша view-модель. Мы запускаем load news. И далее нам необходимо подписаться на наши данные. Так, мы берем VM News Flow Collect Estate. Не то. Collect Estate. И теперь уже вот здесь мы отдаем наш News List View. Там перейдем в Data. Если мы присваиваем, то мы получаем VM Flow. А если мы используем вот Lazy Delegate By, то мы получаем собственные наши данные. Так, вопрос. Над механизмом кастомных модификаторов поддерживается? Да, в принципе, это можно сделать. Потому что, по сути, что у нас есть модификатор? У нас есть модификатор. Это не цепочка уже каких-то готовых, либо добавляемых нами модификаторов. Здесь можно сделать аналогичные. Так, вот такой вот у нас код для нашего исходного экрана. То есть мы перейдем сюда модель, запускаем с помощью лонча со Spend Method. То есть видите, у нас здесь корочен скоб. Подписываемся на состояние наших данных и затем уже передаем их на наш экран. Это вот то, что мы имеем на тему. При разработке Compose Multiplatform разработчики исходили именно из принципа того, что для Android перейти с Android на Kotlin Multiplatform проще, потому что это одна и та же IDE. Одни и те же принципы и тот же самый язык – это будет быстрее, чем делать что-то другое. Поэтому этот принцип именно Compose-функционала портировали на другие таргеты. То есть это и на десктопы, и на iOS. Сейчас мы с Compose Multiplatform в стадии альфа. Если говорить про, почему именно Compose, ну, если мы будем учитывать, что все-таки он выбрал с себя много со SwiftUI, то как бы тут и не сильно обидно, что взяли именно вот этот подход. Итак, если у вас нет до сих пор Android Studio, можно скачать на девелопер Android в разделе Android Studio. И не забудьте, что вам необходимо выбрать конфигурацию Android Studio IDE именно под ваш Mac. Launched Effect получается подобным модификатором Task. Да, это именно, по сути, обертка для скупа, которая используется в Compose. И Launched Effect, по сути, это у нас как запуск именно карутинского launch, но именно с привязкой контекста внутреннего к жизненному циклу Compose. В принципе, вот запуск этого, давайте здесь посмотрим, scope launch, он то же самое, что task. Но в отличие от карутин, получается, task взяли, вернее, task взяли в тот момент из карутин и из 12-й многопоточки параллель. То есть, по сути, вот этот вот код такого типа, он у нас живет вот сейчас здесь. Итак, если вы хотите побольше узнать про jpeg.compose, вам потребуется зайти также на девелопер Android сайт, и здесь довольно есть много туториалов, которые затрагивают, как переходить с композа на, вернее, с XML на Compose, в принципе, осваивать Compose. Довольно простой способ, довольно простой framework, и он очень сильно похож на safety UI. Но я бы сказала так, и болячки у них тоже общие. То есть, тут довольно много, большое количество различных туториалов, как layout делать и работать с теми или иными механизмами. Тоже самый механизм preview, который здесь есть, он очень похож на механизм preview из нашего safety UI. Вот так. Довольно большое количество разных UI, и, в принципе, все это сложно освоить. И различных туториалов здесь тоже большое количество, в том числе и ссылки на готовые сентр приложений, на кодлабы и прочее. Итак, на данный момент все, что нам нужно знать про работу с Composeable, это что у нас используется здесь с Composeable. Нам потребуется launch effect для запуска синхронного метода при старте, и также нам потребуется вот это все перевести в, собственно, в Compose Multiplatform. Итак, если говорить про Compose Multiplatform, то информацию по нему мы можем найти, например, вот сейчас я открою вам сайт. Вот здесь, на сайте же Brains. И здесь есть у нас переходы и на различные туториалы, и на справочную информацию. Ну, например, на данный момент экспериментально поддерживается веб. Android – полная совместимость, также поддерживает доступ, а iOS-часть находится в Alpi, но вполне рабочий и довольно живой. Именно чем хороша такая система, вы пишете код, и он у вас либо, если вы зашиваете разные стили на стороне, именно общие многое по точки выглядят одинаково, либо, например, какие-то стили могут использоваться из-за нативных контролов, потому что под капотом как раз используются нативные SDK. Итак, полностью здесь абсолютно та же самая часть логики, которая у нас используется в BOS. Также мы можем использовать различные модификаторы. Если говорить только о пост, то есть различные способы сохранить состояние. Например, модификатор Remember позволяет нам сокращать именно количество перерендерингов нашего view, то есть чтобы у нас не было бесконечных перерисовок. И если мы, например, кладем какое-то получение без логики в Launched Effect, то при пересоздании нашего композа, при перерендеринге, у нас произойдет повторный запрос. Это похоже на то, когда мы в Succeed UI кладем какие-то данные в Unity. Поэтому нам необходимо здесь позаботиться о количестве рендерингов, и на этот момент, чтобы правильно понимать данный механизм, я советую вам почитать про сохранение состояния Remember, собственно, для JPEG-копоз, потому что довольно много различных модификаторов, различных, вернее, даже не модификаторов, а различных оберток, которые именно назначены для разных частей. Итак, также стоит сказать, что у Gbrains есть специальный сайт, на котором, вернее, даже специальный слаг, на котором есть много различных каналов по разным частям разработки, в том числе и Compose, Compose Multiplatform, Android, Kotlin и так далее. Итак, как же у нас, собственно, работает наш Compose Multiplatform для iOS? Так как у нас можно использовать Expect Actual, то у нас именно такие механизмы как раз и используются под капотом. Внутри Compose Multiplatform для iOS-то-стопов используется специальный фреймворк Skiqa. Skiqa является биндингом специальной пилотики Skiqa, который у нас используется, собственно, для рендеринга экранов. И именно это та же самая технология, которая у нас используется и в HomeOS, в Флаттере, в Андроиде. То есть это довольно такой широко употребляемый средство, такой широко употребляемый подход. И именно Skiqa, который используется, является именно биндингом под Kotlin версию. Можно посмотреть на вот этом сайте подробную информацию про Skiqa. Возможно, это даже вас на что-то вдохновит. Для какого-то собственного использования, в принципе, можно сделать вот такой вот рендеринг для создания какого-то большого экранчика. Мы на этом много внимания уделять не будем, потому что нам необходимо идти дальше. Итак, нам необходимо установить Compose для того, чтобы мы могли делать наше приложение. Наша приложение будет сначала с одним экраном, потом мы добавим другой и свяжем их с помощью навигации. Итак, давайте же все-таки сначала настроим Compose, затем будем, собственно, допиливать. Тем более вы сейчас не скажете, что у нас уже полвебинара прошло, и как же так, что мы ничего не успели. Если у вас появляются вопросы, сразу пишите, пожалуйста. Итак, для работы с Compose Multiplatform нам потребуется установить ряд библиотек. Так, вот он наш Compose Multiplatform. Здесь есть различные патриархиалы и ссылки на самые разные библиотеки, которые вы можете использовать с поддержкой. Константин Цхавребров, который является одним из разработчиков Compose Multiplatform. Если вы являетесь андроид-разработчиком, либо, возможно, был андроидом, возможно, вы знаете библиотеку Чичерони, который он как раз и использовал. Итак, вот здесь довольно большое количество ватричных библиотечек под Compose Multiplatform на самый разный вкус. От демонстрационных до вполне рабочих и самых разных даже фреймворков. Если говорить про Compose Multiplatform как первое или не первое решение, то стоит вспомнить, что до появления Compose Multiplatform были уже попытки сделать свой кросс-платформенный UI. Например, это Mocha Widgets от компании Ice Rock. И это Decompose от Аркадия Иванова. Аркадий Иванов, он является сейчас сотрудником компании Google. До этого он был экспертом Kotlin, Google Developer Expert. И он сделал довольно большой вклад как в развитие Kotlin, так и, в принципе, в развитие Kotlin Multiplatform. Красный Decompose является одной из его библиотек. Несмотря на то, что сейчас все больше популярность завоевывает Compose Multiplatform, Decompose сейчас многими используется как кросс-платформенное решение для создания нафигации и управления состоянием UI. Итак, вот наш Compose Multiplatform. Здесь у нас есть базовая инструкция, и нам необходимо его установить. Например, мы можем перейти вот сюда, в информацию на сайте H-Praise. И здесь у нас есть много довольно различных разделов, как татуариалы, так и как установить нашу кост-платформенную среду разработки. Итак, у нас уже есть с вами Android Studio. У нас есть все плагины, есть все IDE. И теперь нам необходимо, собственно, добавить в наши библиотеки. У меня они уже подготовлены. Я пока просто вам показываю, собственно, туториал, который мы можем использовать. Итак, мы будем добавлять в готовое приложение, но мы можем также использовать темплейт для создания нашего приложения. Давайте мы его тоже сейчас откроем. На секундочку. Так, на секунду я выключу мою демонстрацию экрана. Буквально секунда. На распаковку. Так, возвращаемся, проверяем, что вам все видно. Так, и добавляем, собственно, наш темплейт. Сейчас мы его откроем. В новом окне нашего IDE. И посмотрим, что у нас создается. Пока у нас прогружается наш старый добрый друг Крыл. Это одна из тех вещей, по которой можно до сих пор говорить. Оно компилируется. Я читаю вопросы. Так, можно ли сделать оптимизацию загрузок картинок в таблице на Композ? Разумеется, это сделать можно. Есть различные решения. Можно посмотреть, какие-то готовые. В том числе и посмотреть про оптимизацию состояний. Мы сегодня оптимизацию состояний делать не будем, потому что это довольно обширная тема. Но я могу сказать, что на последнем из прошедших Мобиусов специалист ВКонтакте показал именно оптимизацию состояний, загрузки различных компонентов на капусту, в числе и картинок. Если вы не хотите ждать, пока он появится в открытом доступе, можно, в принципе, посмотреть именно про различные модификаторы типа Remember и управление состоянием. Под Композ плюс iOS, scroll, листы, умеет скрывать клавиатуру интерактивно? Хороший вопрос, Станислав. Я не знаю, как сейчас, но какое-то время назад это был действительно баг, и необходимо было, как и в сифте, делать это вручную. У нас сегодня полей нет, поэтому мы бы особо этим заниматься и не будем. Но, в общем, есть воркорраунды, и, возможно, это даже уже починили, но я, честно говоря, не смотрела. Итак, давайте посмотрим наш темплейт для нашего приложения. Здесь у нас есть не только Android и iOS, но и Target Desktop. Мы больше внимания уделим, собственно, нашей общей части. У нас здесь есть Kotlin CommonMain и Resources CommonMain. Что же у нас здесь лежит? В CommonMain Kotlin у нас здесь лежит наше приложение. В темплейте сразу реализовали, собственно, UI. И, как мы видим, здесь абсолютно тем же самым способом, как у нас было в JPEG Compose, используются различные контролы. Что такое ресурсис? Compose Multipattern поддерживает общие ресурсы, которые мы можем использовать для того, чтобы портировать XML всякие данные в том же формате, как оно бывает под Android-приложением, под мультиплатформу, чтобы это было доступно под iOS. Итак, заглянем в наш Build Gradle KTS. Что у нас здесь с вами появилось? Здесь появился плагин Compose. Далее у нас здесь появились различные Compose. On-Time Compose Foundation и Compose Material. Material – это именно система различных UI-китовых решений под Android. И очень приятно, что ее портировали по Compose Multipattern и Compose Components Resources для работы с ресурсами. И данный билетик на данный момент является экспериментальным. Сейчас у нас прокрутится Gradle, и мы попробуем запустить приложение. Пока у нас запускается наше приложение, посмотрим, что у нас здесь есть под iOS. Под iOS у нас есть из отличного, только маленькая строчка, которую мы используем для создания специального View-контроллера. То есть мы берем и вьюшечку для Compose Multiplatform, оборачиваем специальный Compose UI-вью-контроллер, и вот этот контроллер мы уже можем спокойно вызывать на стороне нашего iOS-приложения. Но нам потребуется здесь небольшая хитрость. Мы должны сделать UI-вью-контроллер Representable, и затем уже вот здесь использовать, собственно, вызов нашего вью-контроллера. Обратите внимание на вот эту часть. Вот этот вот нейминг, он зависит от того, какой нейминг у вас вот здесь. Сейчас он называется Main iOS-кт, поэтому именно Main iOS-кт у нас вот так и сгенерировался. Далее мы выводим в Content View наш Compose View с указанием того, как мы обрабатываем. Ну, кстати, вот ответ на ваш вопрос по клавиатуре. Что-то они все-таки сделали. Копоз имеет собственный рабочих клавиатур. Итак, и вот что у нас вышло под Android. И теперь давайте запустим под iOS. Как мы помним, нам достаточно вызвать нужную конфигурацию и просто нажать запуск. Происходит у нас компиляция. Если посмотрим под Desktop, здесь тоже есть свой специальный код для обработки. Ну, это немножко совсем друг отходы, чем нужны нам все чфутни. Идем, пока у вас приготовится наша сборка. И после этого, как у нас запустится наше приложение, мы с вами перейдем, собственно, к нашему коду и будем работать. Что можно искать, пока у нас производилась сборка? По сути, что у нас с вами есть? Сейчас у нас с вами есть приложение на Compose Multiplatter. На первый взгляд, все выглядит один в один, как код, который мы используем в JPEG Compose. То есть отличаются только naming и библиотек. Мы вполне можем копировать наш код, который у нас есть под наше iOS-приложение, вернее, под Android-приложение и просто заменить наши библиотеки. Но также еще добавить пару полезных твиков. Долго-долго у нас приготовляется сборка. Помнится, кто-то на прошлом занятии спрашивал, быстро это или долго происходит сейчас компиляция под iOS. Так вот, как вы обратили внимание, под Compose Multiplatter у нас получается что-то довольно долго, а вот с обычным iOS проблем у нас не было. В смысле, с обычной библиотеки и кодли Мультиплата. Если мы не хотим ждать, мы, в принципе, можем сделать следующее. Мы можем сейчас просто открыть наш iOS-проект и его запустить. Итак, вопрос, Панислав, на ваш взгляд, чего-то важного пока не хватает этому Compose для серьезных проектов в продакшн? Или она уже в целом готова для многих проектов? Вы знаете, сейчас у нас Compose Multiplatter для iOS находится в состоянии альфа. Это значит, у него есть ряд болячек, которые могут быть связаны с управлением памятью, с управлением состоянием. Какие-то еще части API могут, в принципе, меняться. Он подойдет для простых приложений, но для чего-то серьезного в продакшн это надо закладывать большое время для какой-то стабилизации, для большого скупа работ по именно оптимизации каких-то состояний. В принципе, я думаю, что в следующем году уже все будет гораздо стабильнее. Так, я выключила блокирующую сборку, и сейчас посмотрим, что у нас запустится. Итак, иногда такое бывает, что оно может подвисать. И вот оно наше iOS-приложение. Если мы обратим внимание, все у нас получилось. Были ли у меня релизы с использованием? Вы знаете, я пока Kotlin Multiplatform именно использую больше как для пэт-проектов, хотя многие уже имеют именно рабочие проекты на Kotlin Multiplatform, плюс он стал стабильный уже вот буквально вот этой осенью, пару недель назад. У нас с вами знаменитые события. А в Compose только JPEG Compose. В ряде проектов мы используем. Compose Multiplatform пока не брали еще на вооружение, но он у нас на прицеле. То есть, как объясняют обычно разработчики JPEG, и если технология альфа, это значит, что какие-то API могут меняться. Также это говорит о том, что не все стабильно и могут быть проблемы. А в данный момент я опасаюсь за сохранить состояние. Итак, это было наше базовое приложение. Теперь мы возвращаемся обратно в свое. Выключим, чтобы у нас не ело оно ресурсы. И переключаем все наш проект. Итак, что мы с вами будем делать? Для начала мы поставим, собственно, наш фреймворк. Итак, нам потребуется добавить в секцию наших плагинов вот сюда. наш, так, где вот он у нас? Вот здесь, наверное, Compose уже плагин готовый. Вот сюда мы прописываем его и указываем его актуальную версию 1.5.10. Далее в BuildGradle.gts на SharedModule мы тоже прописываем Compose. И вот теперь вот в секцию Common Main Dependencies мы добавляем вот эти все библиотечки. Что это такое? У нас Runtime, Foundation, Material, Foundation. Ну, это у меня повтор. А Foundation совершенно один раз. И Animation. Foundation и Animation нам нужны для навигации. Потому что фреймворк, который мы поставим, будет это использовать. Теперь я нажимаю Sync Now и читаю просто. Часто ли требуется писать нативный интерфейс вместо Compose? Очевидно, возможности кросплатформенного UI ограничены. Смотрите, кросплатформенный UI появился относительно недавно, если мы говорим про Kotlin Multiplazor. Изначально эта технология исключительно для создания общего модуля, который представляет свою библиотеку именно с бизнес-логикой и моделями. Не UI и работа со всякими сенсорами, она не была заложена. Это не как подход фреймворк, как, например, по Flutter. На данный момент кросплатформенный UI, он развивается. Система находится в Альфе, поэтому сейчас практически все пишут именно нативный UI. Потому что, по сути, такой технологии просто нет. Можно еще, например, использовать фреймворк Redbook, который тоже использует Compose Multiplazor в связке. Но это уже каждая компания решает сама. В целом, по сути, я думаю, что уже в следующем году у данной системы будут гораздо большие возможности. Итак, мы поставили библиотеки. Теперь, что нам необходимо делать? Давайте посмотрим на наш UI. Вот у нас есть наш Newslist View, Newslist Screen и, собственно, Newslist Item View. Нам достаточно просто взять это все и скопировать. И сделать, собственно, наш UI. Мы берем и копируем это все без импортов. Создаем у нас папочку в Common Main. Назовем ее UI. И сюда мы просто создадим Kotlin файл. Назовем его UseList Screen. Итак, и вставляем наш код. Теперь нам нужно сделать следующее. Итак, Glide Image мы использовать не можем. Можем его просто пока убрать, нашу картинку. У нас получится вот такой вот колон. И смотрите, у нас автоматически подставились все наши библиотеки. И это не андроидовские, это именно версия для косплатформы. Вот у нас Newslist Screen. Итак, теперь для того, чтобы мы полноценно со всем этим работали, нам необходимо создать, собственно, приложение. Как вот реализовано вот здесь. Давайте посмотрим, как оно сделано в Common Main. Здесь у нас есть App. И этот App, по сути, является у нас входной точкой. И он тоже является ComposeBot. Возвращаемся в наш проект. И вот здесь мы создаем, собственно, наш App. Добавляем. И теперь нам необходимо создать наш Newslist Screen. ViewModель мы можем взять из нашего DI. Так, я тут здесь убрала эту часть. Добавляем ее таким же образом, как мы подключали к андроиду. То есть мы делаем либо вот таким образом, либо в CoinDiaFactory, так, Resolve. И передаем сюда Newslist, NewsUmoor класс. И указываем здесь наш тип. Либо мы можем это сделать вот так, либо вот так. Для экономии мы можем сделать ленивую инициализацию. Для экономии, вернее, ресурсов. И теперь вот так ее использовать. В данном случае мы уверены, что у нас ViewModель не пустая. Поэтому могли бы сделать вот так вот. То же самое, что форсированная распаковка. Но давайте все-таки сделать через LED. Это то же самое, что у нас есть E-Flat. И передаем вот сюда. Итак, наша ViewModель передается. Здесь у нас получается, мы используем не как ноль с значком доллара, но как id. Это у нас такое анонимное название нашей переменной. Но можем дать ей, например, вот такое. Использовать стрелку и теперь подключить вот так. Итак, вот оно наше приложение. И теперь мы идем в наш Activity. И здесь вместо SetContent мы можем поставить наш App. Добавляем его сюда. И давайте запустим наш код. Пока у нас запускается код. Удалим битые данные, которые нам не нужны. Меняем сборку. И запускаем заново. Пока у нас запускается код, я еще раз повторюсь, с чего у нас состоит наш скрин. Потому что сейчас мы, например, делали из готового кода, но представим, что вы это делаете с нуля. Итак, мы используем Composable функцию, куда передаем в качестве параметра функции нашу ViewModel. Используем LaunchedEffect с параметром Unit, то есть Void, для запроса в скопе метода ViewModel. Хотя у нас Load News, по сути, и относится к тому, что мы его можем запустить без карутины. Но для того, чтобы у нас данные запросились в самом начале, мы, собственно, вот оборачиваем вот эту специальную карутины скоп, который у нас запустит запрос именно при старте нашей Composable функции и при перерендеринге. Поэтому для того, чтобы у вас не было проблем с перерендерингом, можно, например, сделать вот так. Добавить Remember, и это уже сократит нам количество пересчетов наших данных. Итак, вот какой у нас код запустился. Почему он сейчас так выглядит? Вот у нас тут у каждого элемента есть Title, есть поле текста и поле даты. Посмотрим на те элементы, которые составляют наш NewsListView. NewsListView является у нас LazyColumn, на LockLazyVestTag. И сюда мы передаем, собственно, в блок Items, в его Builder, элемент NewsListItemView. В отличие от NavigationLink, это абсолютно безопасная инициализация. То есть у нас элемент будет, собственно, создаваться или пересдаваться при перерендеринге. Но так как это Lazy, то только в тот момент, когда оно видимо. Итак, и вот наш NewsListItemView, тоже Composable. В качестве параметра мы при этом NewsListItem, но мы это делаем Crow, то есть горизонтальный, с параметрами по умолчанию, чтобы у нас был WrapContact. То есть мы обтекали по контенту. Передаем модификатор, который нас встречает за различные стили, а также информацию о размере, пайзингах и прочем. И затем у нас здесь остается вертикальный столбец с тремя текстами лейблами. Выглядит неплохо. Давайте проверим, как оно у нас теперь выглядит под iOS. Но для того, чтобы мы могли это запустить под iOS, нам необходимо опять же создать вот такой вот MainViewController. Создаем его в специальном файле App.iOS. и Уйдем, пока у нас проинициализируется E-Boot. В последних версиях Android Studio сделали, что она потребляет довольно много ресурсов, поэтому вот так у нас и получается. Итак, несмотря на то, что это Android X Compose, здесь у нас используется UI Window, то же самое, что у нас есть, собственно, в нашем Foundation. И здесь мы используем специальный UI ViewController Compose, три которого мы кладем вот эту вот вьюшку App. И вот у нас наш MainViewController. Заходим в наше iOS-приложение. Открываем его. Ну, а здесь уже есть проинициализированный элемент, есть заранее, но здесь есть маленькая ошибка. У нас неправильно указан тип файла. То есть у нас должен быть здесь что? App.iOS. Можно пока, в принципе, для эффективного билда, чтобы у нас все наименги подтянулись, просто вот так вот запустить. Продолжение следует... Так, Станислав спрашивает. Материал, пространство, когда Android работает, постоянно выглядит плюс-минус нативно. Нет, это специальный порт материал под Compose Multiply. Так, как у нас здесь называется наш файл? App.iOS. Какой-то должен, по идее, он тянуться. Сейчас еще перемелтим его. Ничего страшного. Так, так вот. Так, так вот. Итак, у нас уже долгий ребилд, как видите, компот мультиплатов. Не такой шустрый просто кемпы. И сейчас, после того, как мы запустим это в приложении, мы сможем, собственно, перейти к добавлению нового экрана и также настройке нашей навигации. Да, сначала нам нужно будет показать картинку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, давайте клей установим, делаем clean build folder и еще раз build. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Похоже, в виду build time остается актуальная схема отладка под Android, затем шлифовка для iOS. Ну, в принципе, для танцевого где-то так и есть. А что, прямо штуга идет. Давайте попробуем, может быть, через Android студию побыстрее оно сдвинется. Делаем следующий, сделаем вызов gradle-rapper-tasky. И теперь build вот здесь. Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну да, действительно, пожалуй, стоит не тратить на это время. Давайте теперь займемся добавлением картинки. Мы должны использовать кроссплатформенный фреймворк. У нас есть специальный control image, который мы можем использовать, но нам необходимо, чтобы в него автоматически подставлялся URL и происходила загрузка. Делать мы это можем следующим образом. Возьмем библиотеку с таким названием image loader. Она именно у нас присутствует на сайте за списком полезных и нужных библиотек для compose. Где они у нас тут? Вот здесь. И добавим ее вот в main секцию. У нас уже, в принципе, остался наш библиотек. Осталось только импортировать данные. Так, все готово. И мы теперь берем вот этот вот фрагмент кода и вставляем его в наш UI. Вот сюда. Итак, что мы добавили? Правим импорты. У нас есть специальный control image, который работает с... Торина, собственно, работает с нашим нативным iOS. Так, было в смысле Android. Сейчас, секунду. Так, уберем библиотеку. Так, и... Вот, правильно добавим, что у нас обязательно control из-за композа. Итак, встанно добавляем remember image painter. Image painter у нас используется как раз для автоматической загрузки. Видите, вот здесь у него под капотом специальный image loader. И затем он отрисовывает элемент, полученный по вот этому URL. Передаем ему параметры 120 и 120. И теперь попробуем это все дело запустить сначала под Android. И теперь попробуем это все дело запустить. И вуаля, все готово. Теперь нам осталось сделать следующее. Я хочу, чтобы у нас был переход на какой-то другой экран с данными наших новостей по тапу на элемент списка. Что мы для этого делаем? Мы можем для начала добавить, собственно, данные для нашего news item data. Давайте здесь сделаем еще один файлик. Код для нас кей добавим сюда. Собственно, наш код. Добавим его news item screen. И подставляем. И модель у нас уже существует. Она просто у нас принимает в себя нужные данные. Картинку мы используем по тому же самому принципу. Итак, теперь мы делаем следующее. Делаем вот такой вот наш news item view. Можно было бы все сразу написать, но я решила вынести, чтобы оно было нагляднее. Итак, у нас есть вертикальный layout с, собственно, нашей картинкой высотой 200 и нашими надписями, которые мы используем. Итак, вот у нас news item data view. Теперь нам необходима навигация. В навигации есть довольно большое количество решений. Одним из популярных является, сейчас я вам покажу, decompose, voyager, apix и pre-compose. Мне понравилась библиотека pre-compose. Она похожа на нативную реализацию навигации, которая есть у нас в jpeg-compose. То есть абсолютно та же семантика и практически тот же самый naming. Но, разумеется, она не от тех же авторов. Итак, нам необходимо сделать навигацию, чтобы мы могли перейти на другой экран. Что нам необходимо для этого сделать? Поставим библиотечку pre-compose. Скопировался у нас здесь путь. Так, спрашивают, какой у меня компьютер, раз его не идет. У меня MacBook Pro M1 с 16 гигами. В принципе, для такой задачи довольно достаточно. Но просто иногда бывают проблемы и у Xcode, и у Kotlin Multiplatform при перебилде. Это может быть абсолютно любым железем. Итак, вот у нас библиотека. И теперь мы готовы для того, чтобы делать, собственно, нашу навигацию. Для навигации нам потребуется несколько пунктов. Во-первых, давайте сделаем здесь специальный NAM, в котором у нас будут содержаться данные по нашим экранам. Далее, что мы делаем? Нам необходимо теперь добавить специальный AppBar, который у нас будет над нашим экраном, и с помощью которого мы сможем сделать нашу навигацию, в том числе и обратно. Итак, добавляем это, в принципе, вот сюда, сверху. Добавляем наш модификатор. Пока это AppBar из данных Compose Multiplatform. Кроме библиотек, в принципе, все аналогично тому, что у нас есть JPEG Compose. Даже вот этот вот конк, который у нас здесь, Material, она доступна. Итак, вот наш Material AppBar. В качестве тайтла мы передаем ключ вот этого вот NAM, то есть News List или News Item. В нативном навигации хосте используются два параметра. Это нейминг нашего ключа и связанный к ним ресурс ID. Но у Precompose несколько другая реализация, поэтому мы обходимся неймингом. Итак, у нас вот наш на TopUpBar title, модификатор. И если у нас может быть переход назад, мы показываем вот так вот кнопочку. Далее. Что мы с вами добавляем? Нам необходимо, собственно, теперь уже перейти к нашей навигации. Для этого нам необходимо сделать следующее. Берем вот так вот и делаем обертку из Precompose. Precompose. Итак. Вот наш Precompose App. Навигатор, который мы используем. И Navigation Host. Navigation Host это, по сути, у нас такая вот обертка под нашими экранами, чтобы мы могли сюда переходить. Вот эту часть мы пока сотрем. Мы ее не видели. Посмотрите на нейминг. Напоминает ли вам это что-нибудь? Я могу сразу отметить, что это по семантике очень похоже на нашу реализацию навигации в SafeQi. Кто, у кого позиционировал хороший вопрос, вероятно, все вдохновлялись друг другом. Итак. Мы делаем обертку из Precompose App. Создаем здесь навигатор, который запоминаем. И далее делаем специальный Navigation Host. Перейдем сюда в Navigator. Transition. И в качестве начального экрана мы используем News List. Далее. При открытии мы просто запускаем News List. Второй экран у нас News Item. Давайте запустим, проверим. Ну, собственно, чтобы у нас здесь произошла навигация, нам сделать нужно язык доработок. Во-первых, мы должны сюда передавать Клик. Блок. И сюда у нас передается наш New Site. Еще такой момент. Нам необходимо сделать, чтобы наш модифайер, который мы сюда передаем, он был кликабельный. Итак. Визуально у нас ничего не поменялось, потому что мы не прикрепили Абар и не сделали еще пока подписанную навигацию по клику. Этот клик нам необходимо передавать вот сюда, в наш News List Item View, сделав, добавив кликабельный модифайер. Для этого мы возвращаемся в наш экран. И передаем сюда, собственно, модифайер. Это достаточно. И вот здесь мы используем вот этот модифайер. А уровень у нас нашего клика, он уходит вот сюда. Добавляем кликабель модифайер. Здесь мы в News List Item View на этот уровень переносим наш клик. И, следовательно, нам этот же параметр, Closure блока потребуется для скрина. И передаем этот параметр вот сюда, в качестве клика. Готово. Так. Обратите внимание, что здесь модификатор передается именно тот, который идет сюда, потому что иначе у нас перетрется и кликабельности не получится. Возвращаемся в наш app. И теперь делаем вот здесь следующее. Добавляем вот здесь Closure. И вот здесь нам необходимо, собственно, вызвать навигатор. Navigate. Указываем в качестве рута News Screen. Вот этот вот Enamовский ключ. News Item. И, и в принципе все. Автоматически у нас произойдет переход сюда. Но, обратите внимание, мы сейчас не передаем никакой Item. Вот у нас здесь есть Item. Если мы нажмем, то, конечно, переход произойдет, но у нас все будет абсолютно пустое. Поэтому нам необходимо добавить сохранение данных. В оригинальном Андроиде используется механизм Bundle. Здесь мы можем использовать различные хранилища внутренние, либо сделать какой-нибудь для простых кейзов вот такой вот Singleton с мэпом, куда мы будем складывать, например, декодированные значения. Давайте такой сюда добавим. У меня он уже, как видите, есть. То есть теперь я делаю, что я вызываю кодер и сохраняю сюда под ключом назовемого Data наш элемент. Он у меня автоматически кодируется и записывается в этот мэп. Но можно использовать по-другому. Теперь мне необходимо получить данные здесь. Кодер Кет. Я указываю, что это News Item. Я сохранила. И передаю, что это дата. И теперь вот сюда и передаю наш Item. Допускаем наше приложение. Оно у нас кликабельное. Единственное, чего нам не хватает, сейчас апбара с кнопкой «Назад». Пока мы переходим по кнопкам на эмуляторе. Давайте добавим, собственно, интеграцию нашего апбара. Делаем мы это следующим образом. Нам необходимо сделать следующие вещи. Этот код мы сейчас скопируем, и я вам его объясню. Это у вас будет небольшая обертка вокруг нашего Navigation Коста. Мы будем использовать Scaffold. И некоторые параметры Scaffold. По сути, у нас является вот этой вот лейаутом для нашего экрана, где мы видим, что мы передаем наш топ-бар. И далее некоторые параметры, которые нам определяют и экран, и возможность навигации. И в Body мы передаем, собственно, наш Navigation Host. То есть при необходимости можем использовать пайдинги. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Мы берем подписку на Backstack Entry, чтобы смотреть, сколько у нас экранов осталось внутри. Далее мы берем Current Screen. Получаем его из нашего Backstack Entry и приводим, собственно, к нашему неймингу. Current Screen. Запрос проверки, сколько у нас экранов лежит в стеке. Это очень похоже на нашу навигацию, которую мы использовали в iOS. Sift UI до того, как вышло решение с Navigation Stack. Об этом показывали и мы, преподаватели УРУС, и у нас у каждого есть свое решение, и даже не только у нас. Кто только не делал такое решение с кастомной навигацией. Следовательно. И я, кстати, про него рассказывала на обскомфе в 2020 году. Нейминг абсолютно тот же самый. Причем вот этот вот код, который я позаимствовала, у них для Navigation Host, который используется для JPEG Compose, на сайте Google, именно вот такой. То есть люди просто взяли и посоветствовали семантику из iOS. Итак, мы делаем вот эту обвергую скафолда, и у нас получается наша навигация зависит от того, сколько у нас данных в стеке. Вот конкретно сейчас это у нас навигатор из Precompose. Здесь автоматически все считается, но в целом, если бы мы делали в семантике JPEG Compose навигатора, здесь было бы немножко по-другому. Просто считали, сколько здесь элементов в стеке осталось. И вот оно. Сейчас мы запустим это все на Android, и нам надо попытаться запустить это на iOS. При необходимости можем, кстати, вот просто завершить наш iOS-приложение. Потому что, похоже, у нас немножко завис их с кодом. И у нас с вами все работает. Причем мне нравится решение от Precompose, что они заботятся о состоянии экранов, и вот здесь у нас не происходит перерисовки и перезапроса данных. То есть все у нас довольно хорошо и быстро. Интересно, у Apple Review Team не появятся неприязни по отношению к App, сделанным с использованием кросс-платформенных инструментов. Используйте наш чудесный Swift. Ну, вы знаете, Apple Review Team славится тем, что они могут найти недостатки абсолютно в любом вашем, в любой вашей реализации. Все, что угодно, что вы делаете, может быть ими проклято, и ваше приложение может сколько угодно проходить ревью. Поэтому, касаемо этого, единственное, чего они придерживаются, они хотят, чтобы это все выглядело по Human Guidelines, но всегда можно сказать, извините, наш дизайнер решил, что мы хотим делать алиан. И, в принципе, если говорить так, то больше Android страдает именно от навязывания дизайна, потому что чаще всего делают под iOS, потому что у iOS удобные анимашки. Как с аниматом, как с мультиплетом, я еще не в курсе. Итак, давайте теперь откроем наше приложение iOS и доработаем его. Спасибо. 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 Так, вроде бы процесс у нас пошел. Да, такое иногда бывает. Ничего страшного. Спасибо. До вчерашнего дня у нас с вами не изменилось ничего. Плюс мы смотрели на тестовом проекте, поэтому это такое бывает. Просто подчищаем. Спасибо. 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 Билдим еще раз. Что-то у нас здесь не работает. Вероятно, это могут быть проблемы с неймингом создания вот этого файла. Давайте его переназовем, дадим ему какое-то простое имя и попробуем перенести вот так вот в корень. Теперь делаем пересборку gridlam. Продолжение следует... Так, и смотрим, что у нас опять сломалось. Не может он собрать под какой-то из эмуляторов. Давайте переназовем. Ладно, попробуем его запустить через Android Studio. Может быть, здесь оно заблокировалось. И выберем Vice. Так, и что же у нас не собралось? Он у нас отказывается работать с ARM64 эмулятором. Что ж, такое у нас иногда бывает. Так. Сейчас посмотрим, что-то ошибка такая. Да, это похоже на Бак Кампозу. Давайте попробуем поставить, что у нас экспериментальная все-таки просечка. Так. Так. И вообще может возникнуть ситуацию, что у нас нужно 34-й поставить билдинг, но вроде бы у нас все стоит. Так. 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 Так, теперь должно все заработать. Если вы спросите, что сейчас происходило, это просто какая-то магия и не магия одновременно, потому что у нас возникла проблема, похоже, с нашим композом. Сейчас мы посмотрим версию, чего здесь советуют опустить. Вот такая же ошибка возникла у людей буквально неделю назад. Так, давайте попробуем апгрейдить наш котлин. Может быть, это пойдет. Может, какая-то дверь сферкотека подцепилась сильно, свеженькая. И конфликтует именно с реализацией поддаются. Такое бывает. Это классическая ситуация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, запускаем заново и смотрим, может ли это нашему коду. На всякий случай у меня есть и готовое, конечно, полностью решение, но есть подозрение, что что-то с моим x-кодом опять не так. Посмотрим. Итак, пока все подгружается, можно посмотреть готовый код нашего приложения вот здесь. Копируйте себе, посмотрите, потрогайте. И, в принципе, пока оно все у нас грузится, можно задавать вопросы, и мы перейдем к знакомству с командой курса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, и что у нас здесь опять сломалось? Да, это у нас похоже... Нет, это предыдущая... Скажем так, он у нас устал. Что ж, он у нас устал. У нас есть готовое приложение, которое можно посмотреть по коду. Давайте перейдем, собственно, на знакомство с командой курса. Иначе у нас это все дело еще больше соединяется. Итак, на нашем сайте вы можете найти в разделе обучения программирования информацию про разные специализации. Например, про нашу специализацию iOS Developer. Наша специализация состоит из двух курсов. Это iOS базовый для джунов и начинающих и iOS professional для медлов и сеньоров. Построено у нас это все дело на том, что мы читаем вам открытые вебинары. Вы присутствуете, вы слушаете. Вебинары сохраняются в записи, и все материалы также доступны в записи после окончания курса. Вы, конечно, можете смотреть и в записи вебинары, но во время живого вебинара вы, по крайней мере, можете задать пост преподавателю лично и получить ответ сразу. Наша программа построена так, что у нас есть довольно большое количество разных полезных вещей. Например, на Professional мы учим вас с API, а также про архитектуру, кросс-платформа, нейронные сети, параллельная многозадачность, в том числе и структурированные на SyncalAid. И после нашей специализации у вас, по крайней мере, будет два приложения в портфолио, но обычно у наших студентов больше, потому что люди пишут сами. Что-то будет у нас получилось. Да, и мы забыли указать здесь ВЦКТ, и, в принципе, сейчас у нас... Все, оно скомпилировалось. Оно потребовало просто поднять версию Котлина. Так, сейчас мы это запустим. Я пока дальше рассказываю про нашу программу обучения. Итак, далее у нас есть такая вещь, как помощь в трудоустройстве наших студентов. У нас довольно большое количество различных работодателей специализации. Это и команда компаний Юстеха, Тинькофф, Азунтех, Альфа-Банк, Авито, Яндекс, АТС и так далее. Как я уже говорила, у нас есть интерктивные вебинары, также у нас есть практика домашних заданий и активная комьюнити сейчас, но в Телеграме. Также у нас есть специальный ментор, который будет помогать вам проходить обучение. Планы первой и второй ступени обучения у нас расписаны. Хочу обратить внимание, что на второй ступени мы вас учим разными многозадачностями, учая AsyncAwait, работу с глубинными примитивами, как работать с акторами. Также у нас есть блоки нетворка, работа с GraphQL, GRPC, сокеты. Рассматриваем актуальные фреймворки для работы с данными Скорда Венсив Дату. И мы хотим еще сказать, что у нас есть и работа с нейронками, ну и мультиплатформенная разработка. У нас также есть специальная лекция на JPEG Compose. Итак, давайте я представлю вам нашу команду курса. Это руководитель professional курса XC Pantillev. Меня зовут Анна Жаркова, а также преподаватель нашего курса Магрета Жерихова. Николай Бакланов. Антон Муронкова, руководитель программы iOS Pazovay. И конкретно здесь не принесено, но есть на лейнинге профессионала Сергей Балалаев и Ярослав Магин. Также в данном случае мы здесь выкладываем наши прошедшие мероприятия. И, в принципе, здесь вы можете найти много-много разной полезной информации. Давайте посмотрим, что у нас наконец получилось. И вот, наконец, оно у нас заработало. Обратите внимание, вот это экран iOS, написанный на Compose Multiplatform. Если мы посмотрим и сравним конкретно с Android-приложением, давайте вместе у нас, наверное, даже не получится поставить, но хотя попробуем. Он не скроется. Итак, обратите внимание, чем оно у нас отличается. Отличается оно у нас в следующем. Тексты у нас, в принципе, практически тот же самый стиль. Картинка, тот же самый размер. Какие-то отдельные нюансы, например, status barons, другого цвета. И у нас работает навигация абсолютно так же, как и в Android-приложении. Это благодаря именно импорту материал под десктопы и под iOS. И, в принципе, все. Мы с вами закончили нашу работу. Мы молодцы, мы не бросили это. И я хочу добавить немножко еще про карьерную информацию. В целом, если мы говорим про наш план обучения, то у нас есть требования где-то примерно 4 часа на занятии и около 4-8 домашней работы в неделю. Советуем, конечно, уделять больше внимания, чтобы какая-то у вас дополнительная была собственная практика и сами вы тоже дополнительно что-то изучали. Итак, если говорить про конкретную ситуацию с рынком iOS-разработки, то сейчас у нас довольно-таки подвижный рынок iOS-разработчиков и очень большой спрос на специалистов с опытом 1-3 года. Я вижу вопрос в чате. По чистоте кадра непонятно было, войдет пушпоп анимированный. Смотрите, хороший вопрос. Первый раз оно отработало, как вы заметили, не сильно анимировано, но последующие нажатия используют тот же самый механизм транзишена, как вот здесь. То есть здесь есть зависание на первом переходе и в iOS тоже оно присутствует. Все верно, вы заметили. Итак, пока вы пишете другие ваши вопросы в чат, я еще немножко зачитаю информацию. Вилки зарплатных предложений довольно большие. Это Junior и Senior, но, в принципе, это довольно приличные деньги по нынешним временам и, в принципе, всегда. Чтобы стать нормальным, вернее, даже хорошим разработчиком, неважно же Junior, Middle, Senior, вы должны любить, во-первых, свое дело. Чтобы быть опытным разработчиком, разумеется, вам нужен опыт. И чем отличается более опытный разработчик, с учетом того, что Junior сейчас должен захватывать практически все области, более глубинное понимание тех или иных принципов. Например, Junior должен знать, как работать с потоками, а Middle уже знает, что у них внутри. Senior знает вообще, что под капотом. Далее, Middle уже занимается архитектурой и управлением памятью. То есть он эту вещь учитывает. Любому разработчику нужен английский язык на уровне чтения документации и выше. Вакансии работодателей у нас тут тоже представлены. Это самые разные работодатели, как в России, так и в СНГ, так и за границей. Здесь тоже больший вид. Все зависит от конкретного работодателя, в том числе и требований. Они варьируются под проект. Например, вот здесь у нас больше внимания в работе с Objective-C. Здесь у нас уже идет работа с GraphQL, WebSocket, GRPC, но и Human Guidelines. И далее у нас вилки Медлов сейчас варьируются от 200 до 350 на руки. В принципе, в этом плане они пересекаются и с сеньорами, потому что каждая компания платит по-разному. Также есть у нас в базе iOS-вакансий и для различных зарубежных компаний. И вот здесь у нас ссылка, собственно, на наш курс и приходите на наше обучение. Большое благодарность за материалы. Да, большое вам спасибо, что досидели до конца вебинара. Еще раз повторю данные нашего кода. чтобы можно было позаниматься. Итак, сейчас еще один последний момент. Я сейчас беру ссылочку на опрос. Пожалуйста, его пройдите. И мы будем очень вам благодарны. Итак, большое спасибо. Если будут какие-то вопросы, вы можете нам писать. Мой диаграмм-контакт есть. И будем рады видеть вас в нашем обучении. Приходите, мы вас научим также еще лучше. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова